Добрый день! И мы снова сегодня говорим о ЖКХ. На этой неделе у нас была зима холодная, снежная, но недолгая. Как мы боролись со стихией, об этом я сегодня и хочу рассказать. Впервые так организованно и сбалансированно все наши коммунальные подразделения подошли к борьбе со стихией. И если посмотреть на такие моменты, которые, возможно, заметны только специалистам, то мы увидим, что наши дорожники не закапывали это пути трамвайные, наши дворники не выкидывали снег на дорогу, мы ничего не оставляли, чтобы растаяло. Мы готовились заранее, был создан единый центр, центральный диспетчер, на закроме это так. Поэтому все наши коммунальщики работали организованно и сбалансированно. Хотелось бы отметить, что в первую очередь до тех пор, пока полностью не остановились снег и дождь, пока еще выпадали осадки, мы занимались тем, что поддерживали в нормальном рабочем состоянии основные магистрали нашего города. С уверенностью могу сказать, что не было никаких перебоев с общественным транспортом, не были перекрыты либо закрыты какие-либо дороги. Город полностью нормально функционировал. Уже после того, как закончился снег, остановились осадки, мы уже, расчистив все основные магистрали и дороги, подготовив автобусные остановки, посыпав основные пешеходные зоны, мы уже зашли во дворы. И уже больше, чем сутки, мы занимаемся это второстепенными дорогами и пешеходными участками во двора. Я думаю, что можно смело говорить, что первый экзамен снегом и дождем мы выдержали. Также, наверное, стоит упомянуть о том, что был достаточно сильный и это порывистый ветер. Упало очень много деревьев. 86 деревьев это по состоянию на данный момент. Из 86 деревьев в течение суток мы вывезли 76. Ни одно дерево не осталось лежать на дороге. Ни одно дерево не мешало на пешеходной зоне. То есть ни одно дерево не перекрывало какие-то выходы, либо входы в дома, либо в парадные. Если вернуться к цифрам, то в 2016 году во время стихии было повалено 180 деревьев. Да, это больше, чем 80, но их разбирали месяц. Нам же на это понадобилось чуть больше суток. Это организованная работа всех коммунальных подразделений. Гор Зелендреста, Одесса, Гор Электротранса и ЖКСов. Я думаю, что в дальнейшем к подобным стихиям город уже будет готов. И напоминаю, что если есть какие-то вопросы, есть какие-то замечания, мы всегда открыты. Это пишите, оставляйте ваши сообщения в сети Facebook. Facebook веду сам. Напоминаю, стараюсь на все отвечать. До следующей недели.